вот друзья вы видите чем чем травят студентов портнов компьютер school значит это кофе растворимые две коробки по 9 штук это сахар органический делают вид что сахар хороший а он травит студентов ну и соответственно этот порошок который типа сливки а натуральная трава но вкусный друзья тарелки ведь они более глубокие для супчика а что у нас я и по чтобы в глубоких тарелках видим у нас что то есть даже затрудняюсь ответить наверное суп а у нас есть суп но у нас зато есть знаете что у нас есть сериал правда у нас есть сериал и сериал есть молока нет ну когда бывает молоко то можно съесть сериал вот друзья американские абрикосы 6 долларов коробка за три фунта вы же видите что они такого размера что это явно не может вырасти само это явно такое знаете как как на станке выключено надо вот или вот опять же черника черника разве она может вот так чтоб целая коробка коробка коробки все одного размера это безусловно результат какого-то химического бактериологического энергетического и бог еще знает какого влияния вот клубника то же самое также не бывает чтоб вот так вот так ну это как вообще да в общем 7 долларов вот такая коробка клубники все это не к добру не к добру или вот пожалуйста яблоки они ж когда форму делают они уже и стоят из того что яблоки не может быть побольше или поменьше давайте это чисто индустриальные фабричные технологии скоро мы друзья перестанем вообще есть яблоки из деревьев их будут печатать на 3d принтер вот как эти то тоже свои какие а ну что друзья ротшильды вы знаете там как его звали вы не знаете роберт там сидор михаил петрович это мало кто знает но вот леонидовна скажи нам шоу вот в этих бутылках от ротшильда хабанера пайн apple хабанера что это я думаю очевидно что это с ананасом связано что он тут на картинке и стоит его жареный пайн apple с хабанерой а хабанеры это кто будет перец да ты что по моему что-то я не знаю видно что внутри перчик есть он такой с красненьким и он должен быть острый в принципе да а пишут ротшильд это не сланга там тоже чисто маркетинговый ход мне кажется хочешь быть богатым кушай нашу хабанеру друзья за 1169 вот этот вот пакет с такими шоколадочками очень вам рекомендую жирард бель это наша сан-франциско конторка очень очень приличный делает шоколад вот вы видите друзья маленькая коробочка ну там крем какой-то до шкрябательный вот видите ручной шкряб вот значит а здоровенная пластиковая коробка вот мы говорим об экологии да вот мы говорим ресурсов об эффективности и вот пожалуйста леонид на хочешь пошкрябать таким кремом чуть не больше интересует что делать со всем вот этим выкинуть это все выкидывается да 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 вот куда вся нефть это уходит почему цена на нее высокая это друзья гавайские цветочки вот когда вы приезжаете на гавайях на гавайях вам прям в аэропорту на шею одевать а здесь они так отдельно продаются и вот я вспоминаю там один молодой человек говорил что откуда же возьмутся дети если даже во сне женщины как бы его не привечают а вывод с такой штукой подойдите к женщине и они все ваши абсолютно все ваши что на гавайях что за их пределами я думаю что женщина должны высказаться и может быть поддержать меня или опровергнуть ну вот зачем негативно ты зачем это друзья серьезные американские флаги от хорошей компании 6 футов вот и вы видите что они с такой держалкой можно под одним углом под другим углом ну во первых скоро 4 июля день независимости а во вторых вообще как жить без флага да я вспоминаю маяковского вы маяковского изучали вот у маяковского было стихотворение называлась про заседавшиеся про бюрократию в коммунистической большевистской партии и там были такие слова там жена мужу говорит и мне с эмблемами платья без серпа и молота не появишься в свете в чем сегодня буду фигурять я на балу в реф военсовете это я к теме о флагах я вы как без флага жить то понимаете я в этом в чем буду фигеть чем буду фигурять я в день 4 июля когда все с флагами это друзья буквально за 40 баксов такой плавательный агрегат плавающий агрегат называется от м или пол понимаешь как бы семейная вещица но тут человека 4 по идее можно посадить на сами сиденья остальных положить вот тут маленьких детей положить на брезент или там эту пленку между сиденьями может быть сколько человек главный какой а ну друзья тогда можно отдыхать реально реально можно отдохнуть а вот друзья элитный алкоголь элитно-эксклюзивный американский алкоголь вон та здоровенная бутыляка он там сзади стоит рэми мартин значит 6400 баксов ну и здесь вот поменьше маленькая ну маленькая она есть маленькая всего 3000 что творится за 7 долларов друзья из испании полтора литра сангрии если кто понимает о чем речь тот поймет что я имею ввиду вот посмотрите друзья тот за 8 долларов значит яблочный штрудель 80 штук в коробке а там дальше идет значит из трех ягод пирог за 14 долларов вот вот у нас штрудель вот вы видите такие пирожки я хочу сказать что они безумно вкусные мало того они изготавливаются прямо здесь в костка у них есть свои своя бейкере пекарня своя вот все это хозяйство из трех ягод за 14 долларов а вот там у них вот их пекарня вот там и они вытаскивают сюда то что они делают так вы но вы видите я что же я вам скажу то когда вы сами все видите до 8 долларов за коробку вот там они их там упаковывают за 8 59 коробочка печеньки ой какие хорошие печеньки какое здоровье друзья надо иметь чтобы все это выдержать ведь она же запотела тут за 17 долларов аж запотели коробочки а это чизкейк а это вот еще тут у них за 16 долларов вещь да свеженькая только что прямо вот ну не хочу сказать из печи но из того места где его делаю но как да это предприятие общественное питание а это общественное питание смотрите как cinnamon как мы по-русски корица до корица знаете уже слова начинают забываться да в общем что сказать друзья здоровье надо не только иметь но здоровье надо и беречь друзья вот скажите мне в тех странах где вы живете вот можно ли купить тарелочку и салфеточку с флагом там украины белоруссии российской федерации киргизии казахстана армении грузии азербайджана или допустим я не знаю еврейской автономной области вот можно ли а у нас можно что это спрашивает анна леонидовна вот тут написано друзья ну накиньте так на просто набросьте на себя за 13 долларов что это ну она у вас худит типа свитер но только тут сзади есть такая штука написано туника понимаешь она туника не не просто так и просто так нет и стоит недорого вы одеваетесь тут в таком магазине вот друзья джинсы за 13 долларов анна леонидовна согласны ли вы со мной в том что они и выглядят на 13 они не выглядят на 55 вот там есть вот такие за 35 долларов есть но не знаю насколько они да какой смысл платить 35 если все равно выглядит на 13 так а тут что а тут за 25 они все на 13 выглядит так и вот снова 13 5 карманные 5 карманные мужские джинсы ну так она вроде в целом ничего я не знаю но это новые и там если кто-то скажет что это китайские они через три дня сносятся нет друзья этому износа нет можно носить вечно они не поменяют ни цвета не формы может быть только снизу и стрепятся на даче исключительно на даче тогда давайте их называть техасами в ссср мы бы назвали это техас и друзья у нас возникла филологическая дискуссия значит у нас анна леонидовна не знает что такое штаны техасы я подумала на штат намекаете нет дело в том что в ссср не было джинсов только в последние годы но ты может быть импортные а отечественная промышленность выпускала штаны из такой обычной ткани и у них по бокам вдоль была такая двойная строчка как на джинсы и карманчик такой был вот это с двойной строчкой называлась техасы они были из джинсы или я вас умоляю они только варенки варенки знаете что такое нет это другое это уже этого и про позднюю советскую страну говорить а вот когда я была когда я был мальчиком вот мы ходили в техасах они стоили там 5-6 рублей вот и были с двойной строчкой но конечно на джинсы они не походили ни по фасону не по материалу никак вы видите друзья как наш товар отправляется на кассу кое-что мы оставили в колясочке вот и его просканирует там вот и кое-что вы положили на ленту и вот мы говорим наше на этом месте закончилась бум и вот теперь другие люди могут класть там чего хотят еще друзья хотел вам показать кофейную машину вы можете купить мешок с кофе в таком пакете а потом прийти сюда сверху насыпать и потом вот отсюда то есть вам посыпется вот как женщина делает вот дима и там вот а ю-дой ниспорга Ну, эти, они появились, я купил все, я их купил, и теперь я их вставлю сюда, чтобы сварить их. Так что сейчас появилось вот так. Проверяет, может быть мы заплатили за что-то лишнего, и нам нужно вернуть деньги. Или наоборот, может быть за что-то не заплатили, и с нас нужно что-то взять. Правда? Бывает? Однажды мне что-то вернули, сказали, пойдите возьмите, с вас удержали лишних там каких-то несколько долларов, и нам вернули несколько долларов. Я вообще не знаю, как можно за такой быстрый промежуток времени что-то там пройти. У меня такое ощущение, что это халтура полная. Нету. Да. Еще, когда вы приходите в Костка, тут иногда вот разыгрывают автомобиль. Вы берете билетик, потом бросаете его куда-то там, в результате чего можете выиграть автомобиль. Вот тут около стеночки, я просто так зашел, чтобы мне солнце не светило, около стеночки идет загрузка товара для доставки, которую Google производит. Напоследок, уезжая, хочу сказать, друзья, что однажды наша школа чуть было не оказалась вот на этой самой плазе, где находится магазин Костка. Видите, как много паркинга здесь. И когда нас как-то поприжали в 2000 году, в 2001, не помню где-то так, поприжали нас в Mountain View, там где мы раньше были, и мы здесь договорились. И тут как раз кризис начался, а на этой плазе нам городские власти стали какие-то палки в колеса ставить. И фактически спасли нас от банкротства, потому что если бы мы сюда переехали, мы бы точно обанкротились. Так что, друзья, мы смотрим радостно на эту плазу, в том смысле, что хорошо, что нас тут нет. Счастливо!